приветствую всех друзья я иду к себе домой зная о том что наш дом должны сносить я все равно хочу посмотреть на все своими глазами как я уже сказал в предыдущем видео более-менее сохранившиеся районы можно наблюдать по улице строителей идущие в сторону двадцать третьего микрорайона именно там можно увидеть целые девятиэтажки и там живут мои родители у них уже несколько месяцев есть свет вода и интернет повылетали только окна но их уже меняют что касается моей квартиры то она находилась в центре города а инфраструктура центральных районов пострадала намного сильнее и здесь люди живут еще без света и воды но везде ведутся ремонтные работы те дома которые не подлежат восстановлению сносят в данном случае здесь стояла пятиэтажка и она в процессе демонтажа таких домов по городу много мой отец сказал что после боев здесь опасно было ходить можно было травмироваться так как все тротуары и дороги были завалены осколками от зданий деревьев и арматуры мы идем по улице опатого это школа номер три и здесь ведутся восстановительные работы а здесь без комментариев в этом доме В этом доме была наша квартира. 18 марта к нам в дом зашли ВСУ. И жители нашего дома были в оккупации 10 дней. Последствия вы видите сами. Субтитры создавал DimaTorzok Стенка из газоблока. Это наша квартира. Бывшая. Если честно, внутрь страшно заходить, но очень хочется. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Здесь висел оберег, дерево жизни, которое я сделал своими руками. Родители его сохранили. Хочу еще добавить несколько деталей по поводу нашей квартиры. В тот момент, когда все это началось и в квартире стало небезопасно, особенно возле окон, Габриэла инстинктивно перенесла наши телевизоры и другую технику в ванную. И когда уже русские эвакуировали ее в Россию, и еще через пару дней после того, как освободили наш район, мой отец смог пройти к нам домой. И он обнаружил, что наша квартира не была в огне. Горели соседние квартиры, но дверь была повреждена взрывной волной. Внутри все было с ног на голову, и у нас уже побывали мародеры. Все ценное, что можно было сразу вынести, они уже вынесли. Но дверь в ванную была завалена, они туда и не заглядывали. Но мой отец решил все проверить. Расчистив проход и открыв дверь, он обнаружил спрятанную Габриэлой технику. Конечно, я желал лишь того, чтобы все мои родные остались целыми и невредимыми. Но получить бонусом какие-то сохранившиеся вещи тоже было приятно. Итак, друзья, наш дом будут сносить, но мои родители уже стали в очередь на получение новой квартиры, либо на денежную компенсацию. Я уверен, что все будет хорошо, и наш город снова расцветет. Желаю всем мира, добра, здравомыслия и процветания. До скорой встречи, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова